Этот урок посвящен пользовательским полям в продуктах 1S Bittrex. Пользовательские поля – это функционал, позволяющий добавлять свои поля к любым объектам системы. Используя их, вы сможете делать выборки штатных полей объектов вместе с собственными, фильтровать и сантировать штатные объекты по значениям созданных вами полей. Пользовательские поля предоставляют очень гибкий функционал, позволяющий решить большинство задач, связанных с доработкой штатных объектов. Часто встречаются ситуации, когда разработчики, недостаточно изучив функционал системы, используя для хранения дополнительных полей инфоблоки, создают инфоблок-связку, в котором указывают идентификатор основного объекта и набор дополнительных свойств. Данное решение по умолчанию обладает низкой производительностью. И в этом уроке вы узнаете, как правильно решать подобные задачи. Можно привести множество примеров использования пользовательских полей. Это и расширение полей профиля пользователя, создание дополнительных справочников в техподдержке или даже привязка тикетов к CRM-системе. Также важно отличать пользовательские поля и свойства элементов информационных блоков. Несмотря на внешнюю схожесть, передрезы свойства инфоблоков и пользовательские поля отвечает различный код. Удобство пользовательских полей заключается в том, что их можно использовать для любого объекта системы. Но набор типов данных пользовательских полей по умолчанию ограничен. Базовые поставки – это строка, файл, флаг, число и другие типы данных. Также набор пользовательских полей зависит от редакции продукта или самого продукта, управления сайтом или корпоративный портал. Большое количество сущностей в платформе поддерживают работу с пользовательскими полями на уровне API. Значения пользовательских полей можно получать при выборе элементов сущностей API-функции GetList и задавать их при операциях создания и обновления элементов в соответствующих API-функциях. Для этих объектов административный интерфейс поддерживает работу с пользовательскими полями. Они будут доступны при просмотре и редактировании элементов администраторам сайта. Вывод данных этих полей в публичной части сайта поддерживается и типовыми компонентами, и их шаблонами. Для остальных сущностей системы можно задавать пользовательские поля, но они не будут доступны через API этих сущностей, то есть получения элементов, создания и обновления. Значения этих полей не будут доступны для просмотра и редактирования в типовых административных интерфейсах, и не будут выводиться в публичной части сайта и типовых шаблонах компонент. Для работы с ними используется специальный класс UserTypeManager. Экземпляр этого класса доступен в виде глобальной переменной UserFieldManager. Работу со значениями этих полей часто реализуют на событиях для вывода в публичной части сайта, и используют типовые механизмы получения дополнительных данных в компонентах, используя result-модиферы компоненты PILOT, и собственные шаблоны компонент, либо разрабатываются собственные компоненты. Продолжение следует...